Азербайджанец вернул россиянину потерянный миллион. Сверток с миллионом рублей, это около 27 тысяч монатов, был потерян около одного из иркутских банков и обнаружен торговцем фруктами из Азербайджана Шамхалом Гизаловым и его другом. Мужчина выходит из отделения банка с сумкой и небольшим пакетиком в руках, подходит к своей машине, садится в салон, не замечая, роняет этот самый пакет на дорогу. Далее закрывает дверцу автомобиля и уезжает. Свидетелем такой картины из окна своей машины стал 28-летний житель Иркутска Шамхал Гизалов. Наверняка деньги выронил. Проговорил вслух, Шамхал, мы подбежали, открыли пакетик, смотрим, а там пачки тысячных и пятитысячных купюр. Друг настолько удивился, что сразу достал телефон и сфотографировал. Никогда таких пачек денег в руках не держали мы. Наверняка кто-нибудь другой на месте Шамхала незаметно положил бы этот волшебный мешочек в свою машину и постарался поскорее ретироваться. Но Шамхал погнался за машиной хозяина денег. Тот же, ничего не подозревая, уже спокойно выруливал на соседнюю улицу. Марку его автомобиля запомнить было нетрудно, сказал Шамхал. Поэтому догнал я его быстро. Моргал сзади фарами, пытался пойти на обгон и поравняться, а тот не то что, не останавливался, а наоборот нажимал на газ. Наверное, испугался, что хотят ограбить, ведь думал, что везет крупную сумму денег. Наконец, через окно удалось показать ему его пакет. Кричу, друг, деньги выронил. Но лицо у него сразу изменилось, и он свернул на обочину. Отдышавшись и отойдя от шока, хозяин денег еще долго не хотел отпускать Шамхала. Благодарил. Наконец, мужчина достал из пакетика одну пачку, отщепнул из нее несколько пятитысячных купюр и протянул их Шамхалу со словами «Спасибо тебе, друг, за твою честность». Я сразу отказался, сказал Шамхал Гизалов. Тогда он чуть ли не силой посадил меня в свою машину. Мы доехали до магазина, где он купил мне крутой коньяк за 15 тысяч рублей. Больше я ничего о нем не узнал. Телефонами не обменивались. Машина у него хорошая, но марку называть ее не буду по его же просьбе. Наверное, бизнесмен какой-то. Шамхал признается, что вообще не хотел, чтобы об этом случае кто-то узнал. Он ведет скромный образ жизни и привык зарабатывать честным путем. Переехал из Азербайджана, сейчас держит на рынке небольшой ларек с фруктами, а в свободное время подрабатывает таксистом. Известно об этой истории стало благодаря другу Шамхала. Тот без спроса успел выложить пост с находкой в соцсетях, за что уже успел выслушать от Шамхала несколько крепких слов. Еще в детстве родители учили не брать чужого, сказал Шамхал. Я отлично понимаю, что все возвращается бумерангом. В деньках я не нуждаюсь, а от этого миллиона богаче и счастливее точно не стану. Ну а в комментариях к посту, тем временем, иркутяне пишут в адрес Шамхала такие теплые слова, добра тебе, честный человек.